Ну что, ребят, мне кажется, что пора в последний раз опять затронуть Тесса, и сегодня мы разберёмся, будет ли он делать что-то дальше, и что же он сделает на Хэллоуин. Я надеюсь, что для вас этот ролик будет информативным и полезным, не забудьте обязательно поставить лайк и подписаться на канал с колокольчиком. Кстати, как вы заметили, я записываю ролик на другом аккаунте. Если же вам интересно знать, почему и что случилось с моим тем аккаунтом, где был Керамбит Голд, то поставьте лайк и, может быть, я расскажу вам, что случилось с ним. Ну а теперь погнали к теме. Как вы знаете, совсем скоро уже будет Хэллоуин, и совсем скоро Хэллоуин Скорбнова, но вы помните, что же делал Тесс на прошлый Хэллоуин? Я думаю то, что вы уже не помните, и поэтому давайте я вам напомню. Год назад, как был Хэллоуин, Тесс бустил всю эту Хэллоуинскую коллекцию. Чтобы вы понимали, вот такой вот стикер тыква стоил 99 тысяч голды. И вся эта коллекция была очень дорогая, и даже недавно Тесс скупал эти стикер паки, но, к сожалению, с 20 тысяч они упали до 8, потому что Тесс перестал их скупать. Девилиш, который стоил 40 тысяч, уже тоже стал падать в цене, вот, первые три стикера, это как раз-таки стики Тесса. И Тесс перестал трогать эту коллекцию, и, соответственно, цена этой коллекции начинает падать. И тут на самом деле очень сложно догадаться, почему он перестал эту коллекцию бустить. Ведь он бустил, и было всё хорошо. Он бустил максимально эти Хэллоуинские стикер паки вместе с Холдиком. Но у него было около 60 штук, и после чего он их все открыл. И да, цена чуть поднялась, этот стикер пак стоил 5000 голды, сейчас он стоит 8, но это пока что, потому что потом, возможно, цена опять же упадёт. Но мне что-то подсказывает то, что Тесс всё равно не бросит эту коллекцию, и он всё равно продолжит её скупать и бустить. Лично я буду ждать сам Хэллоуин, чтобы Тесс забустил эту коллекцию. Есть, конечно, вероятность, что скупать он её всё равно не будет, но на Хэллоуин, мне кажется, что Тесс это сделает. Я немножко подожду, пока этот стикер пак подешевеет, и после чего его куплю одну-две штучки, если мне, конечно же, хватит голды. Ну, а после чего буду ждать каких-то изменений. Что же сейчас делает Тесс? Сейчас Тесс бустит свои скины из, так скажем, дня Х. И вот буквально недавно он забустил эту наклейку Газмаск с 6, даже с 5000 голды до 14. Сейчас она стоит 14000 голды. И тут Тесс опять её скупил, и сейчас она стоит так дорого. Потом всё равно она опять упадёт в цене, там до 6-5 тысяч голды, и, наверное, потом её Тесс опять же скупит. Кстати, как вы знаете, у Тесса есть два дигла Ауэйд. Один дигл он купил у Холдика, и ещё один он купил за 290 тысяч голды. И в итоге получается два дигла. И я думаю, то, что купил он их тоже не просто так. И рано или поздно он обязательно с этими диглами что-то сделает. Ведь, как мы знаем, Тессу не нужна голда. И вот по-любому, вот увидите, рано или поздно, либо он сольёт эти диглы, либо он ещё что-то с ними сделает. Что, если честно, я и не знаю. Я думаю, все помнят, как он сливал Тычки Хармони за 0.3, АВМТХ за 0.3, и все самые дорогие скины он тоже сливал за 0.3. Мне кажется, так и будет и с диглами. И, кстати, я думаю, то, что канал он тоже создаёт не просто так. И он не просто так создал канал с Камдов, чтобы просто давать испытания Холдику. Наверное, он тоже сделает что-нибудь интересное. И, кстати, кто следит за Тессом очень давно, но я думаю, что вы заметили, что Тесс постоянно что-то делает на рынке, а потом пропадает на полгода. Опять что-то сделает, и потом опять пропадёт на какое-то количество времени. И я не понимаю, с чем это связано. Он постоянно что-то делает, а потом пропадает. Но я знаю одно то, что Тессу совсем не интересен стенд-офф, и ему не нужна голда. Он только в стенд-оффе сидит на рынке и бустит что-то. Но чтобы играть, он вообще не играет. Также у Тесса есть какие-то параллельные проекты по типу Капса Эна, которыми он активно занимается, и ему совсем не до стенд-оффа. И будет очень грустно, если же он уйдёт из стенд-оффа. И, кстати, запомните одну вещь. То, что скупает Тесс на рынке, никогда не остаётся у него в НТН всегда. Рано или поздно он по-любому сделает что-то с этим. Либо же сольёт, либо же наклеит его, и потом опять сольёт, либо просто сольёт. И также, я думаю, будет и с двумя диглами Ауэйд, которые у него есть на данный момент. Он закончит с диглом Холдика, и потом опять же его куда-то денет. Мне кажется, что Тесс просто сольёт их по запросу, чтобы диглы были дешевле. И, кстати, если этот дигл будет дешевле, это будет немного лучше. И у него есть ещё один Голд Скул, который он выбил с Хэллоуинского стики Пака недавно. И у него есть ещё какие-то дорогие скины, а какие, я не знаю. Поэтому, ребята, давайте подведём итог. Нам остаётся ждать только Хэллоуин, и уже на Хэллоуин мы как раз-таки и посмотрим, что же сделает Тесс. Но я думаю, что этот праздник он мимо глаз не пропустит, и что-нибудь по-любому произойдёт.